Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев и в этом видео я покажу вам 5 полезных сервисов для начинающих вебмастеров, для людей, которые создают сайты. Итак, давайте начнем. Вебмастер Сразу в начале видео скажу, все ссылки на все сервисы я оставлю в статье на своем сайте fedorvasiliev.com. Соответственно, если вы видео смотрите с YouTube, ссылку на статью я оставлю в описании под этим видео. Итак, первый сервис, с которого я хочу начать, о котором я хочу рассказать, очень будет полезен, чтобы вы на первых этапах, если вы совсем новичок, не допустили серьезную ошибку при регистрации домена. Это онлайн сервис для транслитерации заголовков. О чем идет здесь речь? Если вы создаете сайт для русскоязычной аудитории, это домены в зоне ru, su и домен правильно должен звучать так. Возьмем в пример слово молоко. Допустим, это сайт о молоке и ключевое слово у него молоко. Значит, и домен должен тоже начинаться с ключевого слова. В это поле, в первое поле мы пишем для примера молоко. И сразу, здесь при загрузке страницы ниже нам показывается правильная транслитерация. Вы видите, что это не английское слово. То есть по-английски это был бы milk, а просто английскими буквами по-русски это будет просто молоко. Например, молоко.ру. Просто чтобы вы не ошибились, потому что если будет хотя бы одна ошибка в домене, вы его зарегистрируете, а потом увидите эту ошибку, исправить это будет нельзя. Домен придется регистрировать новый. Поэтому этот сервис будет очень полезный. Если вам нужно быстро какой-то русский, какие-то слова, это не обязательно можно делать для доменов, можно делать для каких-то еще нужд. В общем, очень удобно получить правильный заголовок с русского названия. Естественно, если это сайт о молоке для англоязычной аудитории, скажем, молоко.ком, тогда вы просто можете переименовать на английский язык другим сервисом, например, Яндекс.Переводчик или Гугл.Переводчик. То есть это будет milk.com. Движемся с вами дальше. Второй сервис, о котором я хочу рассказать, будет очень полезен именно при создании продающих страниц. Это лендинг-пэтч или посадочная страница, продающая страница. Самое важное здесь это зацепить потенциального клиента, который бродит по просторам интернета и нарывается, например, на вашу рекламу в Яндекс.Директе, видит ваш лендинг. Первое, что он читает, это самый верхний, самый крупный заголовок. По сути, ваше уникальное торговое предложение. И оно должно правильно быть составленным, не просто на обум написанном. Вот этот сервис позволяет создавать заголовки под так называемой технологией 4U. Элементарно работает данный сервис. На самом деле вы можете просто без этого сервиса составлять заголовки. Главное понимать, как, в каком порядке должны быть составлены фразы. Здесь вы можете просто посмотреть. Первая часть заголовка должна указана быть польза вашего продукта, вашей деятельности. Потом идет специфичность, потом идет срочность, как быстро вы это сделаете, реализуете. И уникальность. Это очень важный момент. Такого рода заголовки играют на психологию человека. И только даже из-за этого заголовка, если вы его хорошо составите по этой технологии, вы можете привлечь дополнительных потенциальных клиентов. В противном случае эти бы люди могли просто пройти мимо вашего сайта. Хотя при всем, при том, что сайт ваш будет быстрый, красивый, хорошая цена будет за клик, вы будете в самой верхней позиции топа 10 Яндекса. И даже при этом у вас будет плохая конверсия. Только поменяйте заголовок, сразу конверсия будет улучшена. Вот кто не знал об этом, будет очень полезным. Здесь все элементарно просто. Есть поля. И здесь вот читаете, просто идет сразу описание. И даже вот здесь вот понятно. Вот он заголовок. Срочный ремонт Apple с бесплатным выездом на дом в течение 30 минут, гарантия 3 года. Вот это реально шпаргалка, дефолт, по которому можно просто ниже прописать под свою деятельность, составить заголовок. То есть в каждое поле вы пишете вот эту фразу под каждый вот этот вот пункт. Полезность, специфичность, срочность, уникальность. В каждое поле прописываете и нажимаете сгенерировать. Сервис вам просто собирает по сути эти слова в единый заголовок. Движемся с вами дальше. Сервис по сокращению ссылок. Зачем он вообще нужен? Если нужно где-то делиться ссылкой какой-то, возможно, скорее всего, даже будете делиться реферальной ссылкой. То есть если вы привлечете какого-то клиента по этой реферальной ссылке, и тот клиент оплатит услугу, сервис, товар, вы получаете комиссионный. Вот так вот работает партнерская программа. Это может быть все что угодно. Возьмем, в пример, с моего сайта. На блоге, например, я хостинг рекомендую свой. Здесь, естественно, у меня есть партнерская ссылка. Копировать адрес ссылки. Чтобы мне не делиться вот длинной ссылкой, и чтобы не было видно вот этого реферального хвоста, так называемого. То есть вот здесь вот после знака равенства 749. Это мои цифры, за счет которых отслеживание происходит, что человек я пригласил на данный хостинг. Например, такой ссылкой будете делиться реферальной. Не обязательно это хостинг. Может быть, здесь нажимаем сократить. Сразу видите короткая ссылка. Маскируется этот реферальный хвост. Нажимаем скопировать. И все, и делитесь данной ссылкой. Единственный момент только, если вы перейдете по этой реферальной ссылке, то в браузере, конечно, будет видна вся ссылка вместе с реферальными вот этими айдишниками. Следующий сервис, который будет полезен людям. У меня даже у самого такое часто бывает. Я знаю, что это сайт на WordPress. И мне интересно. Вот, например, нет возможности у автора спросить. Или я не хочу этого делать. Я хочу узнать, какой же он там интересный шаблон использует. Какие плагины на его сайте установлены. Я думаю, вы тоже с этим часто сталкивались. Так вот, есть такой сервис. Посмотрим на примере моего сайта. Который сделан на WordPress. Здесь вы забиваете адрес сайта, который вы хотите проанализировать. Естественно, сайт должен быть... Вы должны быть уверены, что сайт, который вы проверяете, что он создан на WordPress. Здесь надо немножко подождать. И вам сервис должен показать, какие плагины, какую тему используют данный сайт. Обратите внимание, что... Просто я здесь могу точно сказать, что шаблон ели я использую на этом сайте. Действительно так и есть. Он его здесь показывает. И название. Адрес темы, описание. То есть даже ссылка на автора будет показана здесь. Дальше еще у нас идет проверка в данный момент. И смотрите. Показывает плагины, какие участвуют в этом сайте. UAS SEO. Один из самых популярных плагинов для улучшения SEO сайта. Используется здесь. WP SuperCash для кеширования сайта. То есть очень удобный сервис, если вы проверяете сайты на WordPress. Следующий сайт будет максимально полезен всем, кто не знает, как проанализировать сайт. Вот вы сайт добавили в поисковики. Как узнать, сколько страниц проиндексировал Google, сколько страниц проиндексировал Яндекс. И проиндексировал ли он их вообще. Другие какие-то моменты, ошибки на сайте. И много-много чего еще. Вот такой вот есть сервис. Условно-бесплатный. Также можно проверить на моем сайте. Здесь тоже нужно немножко подождать. Вводим адрес сайта, нажимаем проверить. Идет анализ. 90%. Ждем, когда будет 100. Очень полезный сервис. Давайте я покажу, как им пользоваться, на что надо обращать внимание. Начнем вот отсюда, с этого блока. Важные события. Даже видно продление SSL. Сколько осталось для продления SSL сертификата. А ниже видно, вот Яндекс.Индексация, Google.Индексация 67.44. Можно кликнуть по этой цифре 67 специальным атрибутом, прописанным в Яндексе, и увидеть только свои страницы. То есть чужих сайтов здесь нет, потому что здесь специальным образом запрос введен. Вы можете прям реально видеть, как это в выдаче все ваши записи статьи там происходит. То есть по клику по заголовку я реально попаду на развернутую запись статью своего сайта. То же самое здесь. Да, кстати, список Яндекса разворачивается здесь. То есть можно просто вот так развернуть информацию или кликнуть по цифре, и тогда вас перебросит именно на выдачу Яндекса и Гугла. Вот еще тоже момент. Смотрите, кто не знает, фильтр АГС. У вас должно стоять фильтр не найден. Если есть фильтр, это очень-очень плохо. Либо вы как-то очень сильно накосячили на сайте запрещенные какие-то выкладывали статьи. То есть если у вас проблема с индексацией или низкие позиции сайта, вы ничего не можете с этим сделать. Нужно прогнать вот через этот сервис ваш сайт. Потому что фильтр АГС это некий фильтр, как раньше называли говносайты. То есть если попал под этот фильтр, то есть вы что-то нарушили. Это некий, можно сказать, бан. Ну не прям вот бан, но если вы в этом фильтре находитесь, то есть ваш сайт находится, у вас будут проблемы с индексацией и с высокими позициями в поисковых системах. Вот обратите внимание, если есть такие проблемы, надо смотреть сюда. То же самое ниже Google, безопасный просмотр, сайт безопасен. То есть если какие-то вирусы или вы предлагаете скачать вирусы, это уже анализируют поисковики, и здесь уже будут какие-то ограничения. Яндекс.Вирусы тоже, сайт безопасен. Или вы случайно могли вирус занести на сайт. Это тоже может вам быть в помощь. Если какие-то проблемы на сайте, возможно есть вирусы. Также, смотрите, реестр запрещенных сайтов. IP-адрес не найден в реестре, то есть тоже может попасть в IP в запрещенный. Это тоже проблема с индексацией сайта в дальнейшем. Ничего хорошего вы трафика не увидите, если здесь тоже есть проблемы. Так что вот тут внимательно обращайте внимание. То есть здесь не просто можно просмотреть позиции сайта, но и много-много чего еще. Дальше, если метрика установлена, то здесь ее видно. То есть когда была метрика установлена, те параметры, которые скрыты, это уже платные опции данного сервиса. Но мне лично хватает и бесплатных опций, поэтому я ими и пользуюсь. Самое интересное, что ниже здесь тоже вы можете посмотреть. Возраст домена год. Действительно это год, потому что я проверяю свой сайт, и этому сайту уже год. Так и есть. SSL сертификат. Когда? Действительно до какой даты? И вот интересное, смотрите. CMS WordPress. Он определил, что сайт сделан на WordPress, на движке WordPress. Дальше. Cache. WP SuperCache плагином производится. Your SEO плагин. Действительно они установлены. Метрика установлена. То есть здесь все правильно он показывает. Кодировка сайта UTF-8. Файл robots найден. Он есть у меня. Действительно найден. Сайтмап. Найден и доступен. Код ответа сервера. Важный момент. Он должен быть 200. Здесь тоже показывает код 200. Есть. Сервера. Если иногда нужно вам посмотреть, на каком сервере находится сайт Нидерланды. Я могу точно подтвердить, потому что это мой сайт на хостинге. Расположен в Нидерландах. При регистрации хостинга я выбирал Нидерланды. Он абсолютно точно показывает сервер. Данный сервис. Также с зелеными галочками. Вот когда помечаются пункты здесь, это значит здесь все хорошо. Вот по этим параметрам, которые здесь у нас показаны, там разметка, микроразметка Open Graph, зеленая галочка, фавикон. То, что тут красным крестом будет показано, что в ВК не найден Twitter, Facebook, но они мне как бы не нужны. Этого он тут не находит. Дальше. Видите, все в одном сервисе. Даже через Google Page Speed Insight проверка скорости загрузки сайта. Не обязательно проверять. Это можно проверить и здесь. Смотрите. Видите, скорость с компьютера 99,100. То есть очень хорошая. И скорость с мобильного устройства практически тоже самое. 98,100. Проверка скорости загрузки сайта. Все-все зелененьким. Он горит. В данном случае с моим сайтом, с моим шаблоном все хорошо. Ниже тоже моменты. Можно посмотреть все практически у меня зеленые галочки. То есть вот так вот работает данный сервис. Очень удобно анализировать сайт. Если вы сайты создаете, очень полезно для вас это будет информацией, если вы этим не пользовались, если вы этого не знали. Надеюсь, для вас урок был полезен. На этом здесь все. Мы рассмотрели 5 полезных сервисов для новичков. А я с вами не прощаюсь. И мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok